Всем привет! Ну, вы как сумели догадаться по названию, вновь распаковка, обзор Василька. В этот раз мне никто не предлагал, я сама уже заказала, потому что, приехав домой, я увидела, что мне нужны некоторые вещи. А именно, во-первых, мне нужны были подушки. Вот они. Подушки мы меняем раз в год. И неважно, какие подушки, я и дорогие брала, и дешёвые, и разные-разные-разные, всё равно сейчас нету таких качественных. И раз в год мы берём недорогие подушки. И я перед Новым годом, перед Новым годом просто тупо выбрасываю и меняю. Тут нас перед Новым годом не было. Вот. И я, приехав, увидела, что надо обязательно сменить подушки. Посмотрите, как она выдувается. Подушка луговые травы. Полиэфирное волокно наполнитель. Цены буду писать, когда буду монтировать, сразу буду писать, сколько стоят подушки. Вот две штуки я купила себе ильгизу. Так, так же я купила покрывало для кровати, опять же, ильгизу. Это велюровое покрывало. 150 на 2 метра. Полтора на 2 метра. Вот так. Вот такое оно. Очень приятное к руке. Это для его кровати. Может, накрываться будет. Но вообще-то мы взяли, как на кровать. Кровать застилать. Я давно уже хотела ему купить. Какие покрывало есть? У меня есть покрывало. Вроде много. Но что-то ему ничего не нравится. И он пользуется самым-самым стареньким. Я решила, думаю, этот раз я ему закажу. Мне кажется, ему понравится. Так. Еще. Мужу трусы. Ну, открывать не буду. Трусы как трусы. Или открыть. Или открыть. Трикотаж. Еще я ему взяла два пододеяльника. Отдельно пододеяльника. Не комплекты, а пододеяльники. Потому что... Потому что мы пользуемся... Простынями на резинках. Вот такие простыни я в свое время взяла в другой фирме. Давно уже. Вот такого цвета. А все постельные комплекты у меня светлые. И если вот брать комплектами, там нет простыни на резинке. Поэтому я простыни беру отдельно на молочке, отдельно пододеяльники отдельно. Для мужа. И для себя вообще-то тоже. Вот так как у меня уже простыни вот такие есть. Их четыре штуки. Два пододеяльника я ему до этого покупала. И тут, ну, они уже так это немножко поизносились. Это ему уже лет по пять, наверное. И я решила купить еще два свеженьких пододеяльника. Вот чисто мужская расцветка. Вот как раз к простыни вот. И наволочки такие же, кстати, есть. И вот еще один пододеяльник. Тоже вот так же к простыни, к этой. Который у меня есть на резинке. Тоже мужской пододеяльничек. Мужская расцветка. Темненький, хорошенький. Я всегда пользовалась светлым постельным бельем. А вот последнее время, как все это стало модно цветное, я даже вот стала покупать и темненькие. Вот, ну что, милое дело. Красота. Но мало где можно найти комплекты с... Ну, чтобы простынь была на резинке. А мы уже давно-давно-давно уже берем простынь на резинке. Без резинок мне уже не нравится. Это мое белье. Нижнее. Его показывать не буду, естественно. Ну и самое главное, самое главное, это одежда. Из-за этого я начала, из-за подушек, из-за новых платьишек, я и начала заказывать в Васильке. Вот этот весь товар у меня вышел на... На-на-на... На 6800. Вот, покрывала. Два пододеяльника, две подушки и вот это вот. Я совсем недавно обнаружила, что я хочу платьишки. Я всегда ходила в халатах. Платья я не покупала, особенно домашние. Дома я ходила всегда только в бриджах, штанах и футболке. Никогда никакие я платьишки не носила. А тут что-то мне захотелось в платьишке. Я одно да второе купила. Я вот черное купила, вот голубое, которым сейчас постоянно хожу. Вот их два. И на съемках мне понравилось именно быть в платье, а не в халате и не в штанах. И думаю, дай-ка я закажу себе платье. Я заказала, кстати, в двух местах. Еще один обзор тоже скоро сделаю. Ну, сейчас будет примерка. Посмотрим, как я угадала опять размером. Угадала, не угадала, как это все будет на мне смотреться. Вот такое платьишко. Немножко широковато, но ничего, оно постирается, как все говорят. Немножко присаживается. Уж надо на один размер побольше брать, наверное. Хотя я беру свой размер. И дырки вот тут вот, я это не увидела. Я их зашью. Я их зашью, я не хочу с дырками ходить. Ну, вот так. Платьишко прямо мне нравится. Моя длина, мой размерчик. Все, пока. С этим нарядом я немножко не угадала. 58 размер. А он мне вообще большой. Вообще как-то большой вырез. Это я не люблю. Я наоборот все так скрываю. Широковато. Ну, широковато, ладно. Это после стирки немножко присядет. Это я теперь уже знаю. Хотя сильно-то и не присаживается. Но это немножко не мое. Но все равно в огороде ходить нормально. Ну, вот что купилась, то купилась. Что-то, ребята, я, похоже, похудела. Что-то 50 мой 8 размер любимый. Все платья мне большие. Вот. Ну, вот это вот мне очень даже хотелось. С карманами, которые. Ну, так вот. Вроде широковато все. Все везде широковато. Ну, может, ничего. Ну, может, ничего. Опять же мы постираем. Пусть будет. А это одежда привычная. Ну, как же я себе не куплю штанишки с туничкой. Обязательно куплю с карманами. Это любимая летняя одежда в огороде. И по дому. Тоже 58 размер. Но здесь более-менее. Платьишки почему-то все большеваты. Ну, тоже не в обтяг. Так, ну, после стирки будем надеяться, что там будет все нормально. Вот. И сейчас будет самый смешной наряд. Последний. А здесь разрешаю громко смеяться. Купила, что попало. Хотелось мне, чтобы была легкая кофточка с длинным рукавом. На лето, даже на... Когда вот солнце ярко, когда я не могу выйти из дома сильно. Ну, надо куда-то съездить. Меня надо с длинным рукавом. Ну, это из-за моей аллергии. Вот. И чтобы ноги все были прикрыты. Я решила, думаю, дай-ка я возьму какой-нибудь себе брючный костюм легкий, летний. Ну, ребятки, этого, ну, совсем не мое. А, совсем. Такие широкие штаны, уже никто не ходит в таких широких штанах. Надо бы их сузить, что ли. Как-то ушить. Ну. Хотя муж-то зал говорит. Ну, если долго-долго на него смотреть, глаза привыкают. И как будто так и надо. Ну, вот. Короче, из всего... Из всего наряда мне понравилось два платья. Ну, у меня на подходе еще один обзорчик там. Платьишки вроде бы... Вроде нормально заказались. По размеру я имею в виду. А тут что-то все большеваты. Ну, ладно, буду... А, кстати, все большеваты костюмы, все. Все они у вас 58-го размера. Все 58-го. Вот. А этот тоже 50-го. А нет, а этот 60-й. Потому что я знала, что руки, наверное... И они так и есть узкие. Вот. Рукава узкие. Я думаю, дай-ка я закажу 60-й. Все-таки это... Ну, брючные брюки-то могу я не войти. Нет, брюки все это... А рукава узковатые. Получились. Ну, не знаю. Буду ходить, не буду. Может, обрежу шортами. Дома буду ходить. Все равно. Уже пришло, уже надо носить. Лежать-то у меня и так тряпок этих лежит. У каждого, наверное, с годами копится. Год отлежит, два, и потом мы выбрасываем. Ну, все. Хорошая пижамка. Да, пижамка хорошая. Но мне тесно спать. Руки будут, это... Или арестантская роба. Не арестантская. Ну, как вот ходят азиатские-то женщины. Они же закрывают себя этой паранжой там, да, это все заматывают. Мне практически вот такую одежду-то надо, чтобы у меня все-все везде было закрыто. Торчали одни вот очки, и все. Тогда я буду спокойно выходить на солнце. Ну, у меня эти широкие штаны вообще. На картинке вроде красиво смотрелись. Ну, там стройненькая такая женщина стояла. Думала, что... Я думала сейчас тоже, что на таки одену такая состройная буду. Игвам называется. Ладно, все. Пока. Еще Ильгизу досталась футболочка. Еще футболочка досталась. Среди моих вещей. Кстати, ему футболки купить очень сложно. Он не любит подгорло. И вот с мысочком вот с таким вот тут вырезом. Единственный вариант был. Больше никак ничего. Вот единственную футболочку и купила. Можешь не поворачиваться. Ты это точно... Вот ты точно арестант. Обзор она в Африке. Вот. Вот так вы красиво смотритесь. Этот упирается, упирается. Ричик, ну посиди хоть секунду, а, на руках. Как любит его Ильгиз на руки брать. А он всегда упирается. Почему не любит британца сидеть на руках? Удивительно. Так, ребята, делаем вывод. Кому-то Василёк нравится, кому-то не нравится. Это естественно. Это нормально. Это хорошо. Это правильно. Все мы разные. У всех разные вкусы. Разные мнения. Разные рассуждения. Разная носка этих вещей. Применение этих вещей. Это всё правильно. Некоторые написали, да это фигня. Это только блогерам дают хорошие вещи. Нам плохие. Нам дают точно такие же вещи, как и вам всем. Да, бывает. Ты купишь, например, где-то что-то. Но вот у меня в Васильке вот как-то вот не получалось, чтобы уж совсем-то я не пользовалась этой вещью. Вроде как будто бы всё и нормально. Всё мы нормально носим и всё применяем. У меня есть приятельница, которая приспособилась к этому Васильку. Знаете как? У неё очень много родственников разбросанных в разных городах. Ей всегда хочется какой-то подарочек сделать на день рождения, на праздник. Она теперь что делает? Она, значит, заходит в этот Василёк, выбирает там или постельно, или там скатит, что нужно, например, не примеряя. Вот. И отправляет на адрес того человека, там или дочери, или свати, или подруги, или там сыну-внуку. Она говорит, мне сейчас так нравится. Я, говорит, она дальше пошла. Она с Василька начала, она теперь пошла и на другие сайты. Везде выискивает и так отправляет. Она говорит, как хорошо. Доставка-то небольшая. Вот. А человеку приятно сделать. Я живу, говорит, в другом городе, а отправляю по всей России подарочки. Вообще так классно. А одна подписчица мне написала, она говорит, а я, говорит, сейчас начала, говорит, делать подарки, тоже на Васильке. Не знаю человеку, что подарить, да. Я отправляю ссылку на этот сайт. Человек сам себе выбирает. Она этот раз сделала так подарок маме и своей сестре. Они вместе живут, говорит. И я, говорит, к 8 марта. И я отправила этот сайт. Они на выбирали. Я сказала, примерно сумму на какую я тут. Вроде что вы сильно-то не распыялись. Они взяли себе. Вот она заказала, по этому адресу отправила. Красота. Так что каждый приспосабливается, как может. Ну, а мои уж изделия, ну, так получилось. Вот, ну, вот как-то так. На картинке смотришь одно. Получается другое. Размеры все, весь, все мои. Я еще просмотрела, думаю, почему они мне большеваты все. Как будто бы вот я больше заказала. Нет, все 58-й. Кроме брючного костюма 60-й. Но тут я намеренно сделала. Потому что ткань я видела, что она такая. И не сильно трикотажит, она не тянется. Вот. Разрешаю громко смеяться, высказываться. Это очень даже интересно. Когда люди со стороны смотрят и говорят свое мнение. Это как на мой кардиган. Все говорят, ой, тебе хорошо, 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 хорошо. И тут ношу хорошо. И вы мне сказали хорошо. А я ношу, мне не хорошо. Вот мне он не нравится. Все равно он не нравится. Я его в Анапе еще одевала. Здесь вообще не одеваю. Сразу ветровку одела. Вот. Но не к душе он сразу вот как-то. Но вещь практична. Очень практична. У нас здесь ветров, кстати, нет. Капюшон мне здесь не нужен. Ходить. Вот буду его брать с собой в поездки, когда буду на море ездить. Она... Ну, в поездки мы будем ездить постоянно. Мы сейчас лето проведем. И осенью опять поехали дальше. Дальше, 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 дальше. Вот эти все вещи мне и пригодятся. В общем, пишите. Я буду читать. С чем-то соглашаться. С чем-то нет. Но это... Каждое мнение мне важно. Каждое мнение. Я с таким удовольствием сижу, читаю эти комментарии. Вы даже вот не представляете. Мне ж после отдыха в Анапе дома-то ведь делать, ну, совсем ничего не хочется. Ничего. Ни росписи, ни бисер, ни рисовать. Я ничего не хочу. Я и в огородье ничего делать не хочу. Я бы гуляла, гуляла и гуляла. Мне сейчас это так в радость, когда мы куда-нибудь едем. Мы раньше с Эльгизом очень часто ездили, а сейчас прямо нас тянет. Мы день не съездим, нам так хочется куда-то поехать. Обязательно заходите на второй канал, смотрите наши все поездки. Мы этот раз посетили Юркин парк. Кировские знают. Это детский парк. Ну, и для взрослых тоже. Посетили там юрту Чингисхана называется. Вот в январе открылась кафешка такая. Такое убранство интересное у них. И там мы поели бузы. Бузы написано. С разными-разными там начинками они есть. Мы взяли с баранины. Мы очень любим баранину. Вот. И побываем еще там. И еще некоторые виды поедим. Специально уже поедем. У нас в Кирове, кстати, очень сложно найти, где бы продавали манты. Или как их позы, бузы называют. Как-то вот... Даже сын сказал, где это нашли? Я фотографии ему отправила. А вы, говорит, где нашли? Сказала, где. Парк очень у нас новый. Этот юркин парк. Ну, посмотрите. Новый. Но он еще строится, развивается. Еще и там много-много перспективы, что будет. Ну, посмотрите. И на колесе я там покаталась. И о своем мнении сказала о нашем климате. В общем, интересно. Все, все, все снимала. И в кафе нам везде разрешают снимать. Вот. Вот так я люблю ходить. Где везде можно снять. Но если где начинает... А, не дай бог, не снимайте меня. Вот тут мне уже не нравится. А я люблю вытащить камеру и все поснимать. Так. Ну, все, ребята. Вроде я все рассказала. А, нет. Вот, ребята, не постесняюсь вам старую подушку свою показать. На ней было написано овечья шерсть. И овечки везде нарисованы были. Я распорол, сейчас выбрасывать буду. Тот же этот файбер, велофайбер, как и он. Везде вот. Какие бы подушки ни покупал. Овечья сейчас увидела. Овечья шерсть. Вот этот файбер. Вот так вот тут замутанный. Как у овцы шерсть. Вот какая разница, что покупать. Без разницы. Они все, все синтетические. И я всегда беру их на один год. На один год. Я, кстати, и вещи все ношу один год. И никогда не покупаю дорогие вещи. Вот в том же Васильке. И много еще таких интернет-магазинов есть. Где 400, 500, 600 рублей самая дорогая. Цена простеньким платьишком этим. Футболочки вообще 150, 200 рублей. Вот это я люблю. Зато я одела, мне нисколько ее не жалко. Где-то краской измазала. Ну где-то зацепила за что-то. Где-то там зеленой травой в огороде. Там нет стирать, например. Что я спокойненько раз разрезала на тряпки и все. И купила новую. Но если я куплю тоже платье там 3-5 тысяч, меня жаба задает его даже одевать на себя. Мне будет жалко. Оно будет висеть, как у меня одно платье висит. Праздничное. Я его ни разу не надела. Я купила его на одно мероприятие. Посмотрела, посмотрела на него. Поглядя. Нет, думаю, я в нем буду чувствовать себя неловко. Одела свое обычное. Престой и пошла. Это все праздничное. У меня висит и висит и висит. Но у меня такой характер. У другого может быть все по-другому. Ну все вроде бы рассказала. Спасибо, что были со мной. Меня послушались. Заходите на мой второй канал. Ссылка на него под этим видео. Ивановский трикотаж. Хвалила, хвалю и буду хвалить. Василек рулит. Мне нравится. А вы уж делайте выбор свой сами. Я этот раз заказал то, что мне нужно было. Именно конкретно. Прямо вот дома, дома, дома. Для дома, для дома. Раньше они мне предлагали, а тут я сама уже взяла. Все, ребятки. Все, все, все. Всем пока, пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok